Продолжаем смотреть плей-офф WCS Challenger, сезон номер 3. У микрофона по-прежнему Каби, и мы с вами в первом полуфинале. Матчап за ВТ играет Сэрл против Хиро Марина. Очень мощная и представительная пара. Справа вверху появляется Хиро Марин, лучший террон европейского сервера. И слева внизу Сэрл, лучший зерк и лучший игрок европейского сервера. Но если Сэрла можно также назвать и лучшим зергом некорейского региона, да и лучшим зергом мира, наверное, тоже, по итогу многочисленных последних ивентов, то Хиро Марин на такую позицию в плане некорейского региона претендует весьма спорно, учитывая наличие спешла. Ну и, собственно, с позиции лучшего террена мира там совсем все тухло, пока на борту есть такие ребята, как Инновейшн, Моро и Ти Вай. Но Гэбриэль старается и, в принципе, на последнем GSL против мира, хотя и снова играл достаточно предсказуемо стандартно, но, в общем-то, выглядел вроде бы уже и получше. То ли это корейские игроки в последнее время стали слабее, то ли что. Как бы то ни было, на результат это не особо повлияло. И все равно Хиро Марин, насколько я помню, на драфте команд GSL против мира остался. Кстати, по-моему, не последним. По-моему, предпоследним его забрали, но в любом случае где-то в конце. Ну а здесь мы видим, что Сэрол сыграл через ранний пул. По какой-то причине опасался он от Хиро Марина Прокси Бараков на этой карте. Ну а Сэрол... В смысле, Хиро Марина ничего такого делать не стала. Он играет из дома. Сэрол тот отправляет лингов по всем замедляющим полям. Ну, собственно, 17-й пул не то чтобы обязательно только против Прокси Бараков. Он так-то вообще-то делается для того, чтобы командный центр отменить на логграунде. И именно этим и будет заниматься сейчас Финн. Который, правда, что-то дюжа креативное тут придумал. Дождался... А, он дождался, чтобы Рипера увидеть. Чтобы знать, что Рипера точно нет. Так а что, в итоге он СЦ вообще не будет отменять? Я ничего не понял, короче. Что-то Сэрол замутил. Ну, он оверлордом все видит. Может быть, его эти два Марина смутили. Короче, странно как-то вышло. Ну, он доделал муф, и че? Сбегал, посмотрел на Старпорт. Старпорт посмотреть себя, показать, это, конечно, дело святое. Ему теперь не дают поставить третью. Я реально не вдупляю, что происходит. Ну, да ладно. Достроился Старпорт, пошел с него Либератор. Хиромарин, кстати, по-моему, довольно часто через Либератора играет, судя по тем его играм, которые я видел. А я довольно много видел, потому что так уж получалось, что на многие ТВЗ меня ставили в Киеве. Поэтому и Спешла посмотрели, и Хиромарина посмотрели. Здорово он играл там ТВЗ, очень четко. Вот было бы круто такую форму от него в этом матче тоже посмотреть. Против Лейзера были очень мощные игры. Чуть-чуть ЦЦ. Не хватило по толщине. Пробегает собачка, но не очень страшно. В принципе, она уже все увидела. Она увидела сам ЦЦ, увидела светящуюся лабораторию на бараке. Полная инфа есть у Серла. И даже СМС с регистрацией не понадобились. Не говоря уже о апгрейде на скорость Эверлорда. Добавляет Хиромарин бараки. Я не удивлен, у него действительно довольно сильная пехотная игра. 4 гелиона уже почти доехали, но передумали и развернулись. Ну и вот так Серл снова будет поджимать оппонента роучами. Уж не знаю, какой Блай его укусил. Но Серл в последнее время много играет. Вот такие агрессивные истории. Я не знаю, насколько это нужно ему реально, потому что вроде бы он всех и в макро побеждает. Но может быть просто считает, что ему важно создать вот имидж человека, который может. Потому что в противном случае все уж слишком халявят против него. Ох, либератор как уехал! Ошибка от Хиромарина, который, видимо, не ожидал, что там будут реведжеры, ждал... А, стоп! Стоп, игра! Либератор не умер. Он просто вышел покурить, как Цой. Либератор вылетел как бы на нас в экран, поэтому мы его не увидели. А он-то на красных ХП там живет. Ну тогда все не так плохо, его можно вычинить. И атака Сэрлота, по сути, особо ничего пока и не добивается. А чего она могла бы добиться, интересно? Если бы ЦЦ уже было внизу каких-то рабов перехватить. Сложно мне понять. Это у либератора что, штык? Пуля дура, да? Он будет с размаху в оверлорда врезаться. Бейлинг Несс ставит Сэрл. Он прекрасно понимает, что играет против пехоты. Хотя при этом и апгрейды на роучи он тоже делает. Такой какой-то роучи-линг-бейлинговый стиль. Ну не то, чтобы это какой-то несуществующий стиль. Так, в принципе, играли и играют. Ничего сверхнового в этом нет. Но всегда интересно посмотреть, как разные зерги играют в совершенно разные комбинации. Уже Infestation Pit, кстати, пошел. Тут просто в чем я вижу странность. Вроде бы ты обычно добавляешь именно в реведжеров такой микс. А если так, то на кой черт тебе мув роучи? Но может быть из тех соображений, что все равно часть твоих будущих реведжеров пока еще роучи, когда у тебя нет газа, например. Ну тебе надо, чтобы они не тупили уж слишком сильно позади, чтобы они с армией там бегали. Пока чисто роучи реведжеров, по сути. Играет Сэрл, пока у него грейды не доделаны ключевые. Но его просто много. Так что такие дропы он и таким составом армии нормально выбивает. Здорово, Марин... О, тьфу, Хиро Марин сжигает тут собак. Блин, наделали никнеймов? Марин Лорд, Хиро Марин, Марин Кинг. Вы дальше 1-го юнит-то вообще заглядывали в табличку? Ох, вейт, это ж Террана, им же и не надо, да? Ну, простите. Ну, впрочем, когда-то давным-давно Бьян пытался перебрендироваться в Гост Кинга. Но все сказали, что эта задумка не только оригинальная, но и тупая, видимо, и он быстро передумал. В общем, Бьян в целом игрок. С загадочной судьбой в мире 2-го Старкрафта. А тем временем Хайв здесь доделывается. Грейд 2-2. Ультралис Каверн. Говорят, там был второй Либератор. Ага, окей. Ну ладно. То есть тот Либератор все-таки не курит. Какой вывод мы можем сделать? Половина Либераторов бросила курить. А польза запрета выставлять сигареты в магазин. Чувствуете, как надо политически подходить к вопросу? А не вот это вот все. Пипеги ваши в чате. Впрочем, пипегу в чате только Аргентум Харт может вставить. Из тех, кто сейчас на стриме, насколько я понимаю. Потому что для этого нужна подписка на канал. А на 5 баксов стоит. На дороге не валяются. Ну и к тому же, если уж у вас есть 5 баксов, уж лучше их, наверное, отправить. С тем, чтобы увеличить вероятность WCS Fall. Но это на ваше усмотрение. Пока пипеги пипегами, а у Хиромарина дропы-то не проходят. Здесь тем временем готовится куча беймлингов. Прям дух демаги витает над этим полем боя. Появляется уже Вайпер. Там классно стоят танки. Два танка не закроешь одним Блайдинглаудом. Но Сэрла контратака здесь. Совершенно безнадежная. Нет, я не Рейнар, я другой, говорит Сэрл. Как он, гонимый миром странник, но только с финской душой. Минус медивак на коррозе в байлах. Всегда печально. Куча реведжеров просто. Я вот сам никогда так не играл. Потому что эти реведжеры, они хлипкие такие. Они вообще рассыпаются. На них достаточно морпеху дунуть своим... Кстати, там свармхоз-талисман. Перегарным своим дыханием после стимпака. И реведжеры все сразу такие... Глаза закатывают и в обморок, как барышня. Но вот у прогеймеров очень здорово получается. Сэрл говорит... Как этот, горлом, помните? Своему отражению. Ты нам не нужен. Говорит он свармхоз-то. И разбивает его. Моя собака говорит, что приходить в нашу квартиру нельзя. Можно только здесь находиться. Хочет выбить Хиромари на ту хату. У него тут такие шахматные вообще расстановки танков. Просто жесть. Два танка, два либератора. Очень интересный стиль. Он такой биомеханизированный. По сути своей. Наламывается на все это сэрл кучей слонов вместе с реведжерами. Очень жесткий такой пробивной микс. Слоны принимают урон. Реведжеры закидывают танки. И заодно слонов тоже закидывают иногда. Самых неудачливых. Но в итоге он не все пробивает. Это было очень дорогое сражение, как мне кажется, для зерка. Но он, да, позади по потерям сейчас. Причем довольно ощутимо процентов на 20. Это много, мне кажется. Танки все причем выжили. Остается пехота. Ее собаки отожмут, скорее всего, отсюда. 2-2 там уже апгрейда. Да, забегают. Собаки разбирают пехоту, разбирают танк. Но у Хиромарина остается чуть-чуть морпехов. Он пытается хату дофокусить. Но через атаку пытается. Он не то, чтобы там как-то особо микрил. Приезжает танк неспешный через замедляющее поле. Какие-то последние королевы. Но выбегают слоны у Серла. Он вряд ли. В смысле терм вряд ли сможет их размикрить. Хотя танк-то падает. Ну, тут еще 2 слона. Очень много. Правда, как быстро у них тают хп. Просто жесть. Потому что нет еще апгрейдов своих. И нет, ключ, кстати говоря, свой уникальный апгрейд у слона есть. Просто еще не 3-3. Это да. Ну, в общем, атака на пехоту плюс 3 очень сильно решает. Все равно Серл отбивается. Но хату эту он все-таки отдал. Закладывает ее по новой. Ох, как слон красиво развалился. Прям картинно получилось. Фьюжн Корр тем временем пошел у Хиро Марина. Готовится добавлять дальность для своих либераторов. Ну, и в целом строить, видимо, еще больше либераторов и танков. Он продолжает производить именно танки. Но, правда, у него там вроде 2 факты. Сейчас он пока строится одной. Но тут надо уже и о лимите подумать. Потому что, в принципе, не так много осталось. Дальности пока нет. Но либераторы строятся, кстати. Да, там 300 порта. Один на лабе, походу. Пошли сканы. Просто надо видеть терну, где находится армия. Ему бы гастов добавить, но он просто в другую технологию вкладывается. Он хочет давить по земле. У него так-то база справа внизу есть. У него крутая экономика. Просто у Зерга тоже. Примерно равная ситуация по базам. У Сэрла на одну больше, но он с нее как бы не добывает пока. Не думаю. Не самый удачный получился дроп Причем дроп вроде такой оборонительный Но вместе с планетаркой Хотя Бейлинги уничтожили всех рабов И что-то как-то не задалось У Хиру Марина на этой локации Передвигается он тем не менее Причем прям по этой же позиции Он только что тут базу отдал Но видимо войска не успели подойти Теперь успевают, разбирают базу Можно пытаться подниматься наверх Но надо ли ему это? Вот в чем вопрос Там разваливается слон на фланге Как бы фиг ли ему туда лезть? Там натурал уже кончился Ему нам надо новую базу все-таки выбивать Слоны прям так погуляли Под залпами танков Ой, успевает спасти одного либератора Красава Хиру Марин Там очень тонко по таймингу Очень все быстро надо сделать Чтоб либератор успел сложиться после залпа Наламывается Сэрл Надеется разобрать уже эту позицию Тут либераторов куча Часть из них успевает Хиру Марин отвести А что-то залпов реведжеров-то и не хватает Подходить-то не бесплатно Им приходится под этих либераторов У них не хватает радиуса этого каста Чтобы издалека выбить И в итоге, мне кажется, там развалилась армия зерката На либераторах Да, там влетел какой-то паразитический Это паразитическая бомба Но кому какое дело Либераторы-то расплечены Хиру Марин просто шикарно играет Готовит позицию для атаки на эту базу В середине Начинает ее давить Медиваков мало Но это, в принципе, не проблема При таком количестве турпортов И GG, пишет Сэрл Там экономику он терял наверху Вылетел его В смысле Потеряна была вся его основная армия И шикарно терм доводит эту игру до победы Продолжение следует...